Девушки отдыхают Вы все знаете И не предупреждаете Никакого объявления на вокзале По радио может что-то сообщить Я шел, никого не трогал Для меня это 12 утра Я очень близко был И она выстрелила Я испугался Смотрю по сторонам Люди идут, как ни в чем не бывало Типичный Владивосток Я вот уже долго живу И часто слышу, что у вас есть такой район Чуркин И говорят, там злые люди живут Конечно, вы каждый день в них из пушки стреляете Я специально съездил на ту сторону Посмотрел, там нечем ответить людям Там мужик с камнем стоит и ждет Надо что-то делать Я вообще хотел рассказать Про свой первый полет на самолете Кто-то летал на самолете? Молодцы У меня первый полет на самолете был в 26 лет Я летел из Лондона в Москву И я сажусь, я летел один Я сажусь и сразу удивился от того, что со мной какой-то голос разговаривает Он говорит, здравствуйте, я командир корабля Я такой, нифига себе И он какую-то инструкцию там рассказывает И в конце он говорит, что когда самолет начнет разгоняться для взлета Нужно открыть окно иллюминатора Мне стало очень интересно, зачем Но я понимал, если я сейчас у кого-то спрошу Они поймут, что я первый раз в жизни лечу Ну, а в 26 лет что-то делать в первой жизни очень стыдно Будь то первый полет, первый секс, сырный соус попробовал Не важно, да? Я свое любопытство сдержал Значит, открыл окно иллюминатора Самолет начинает разгон Я смотрю в это открытое окно иллюминатора И тут на ходу от крыла отваливается какая-то хрень Я испуганный смотрю на пассажиров Они сидят, как ни в чем не бывало Такие, типа, нормально Я думаю, ну, я сейчас спрошу, они скажут Ну, все правильно, отваливается, самолет взлетает Че ты? Первый раз летишь, лошара? Я свое любопытство снова сдерживаю Значит, самолет взлетает Пилот рассказывает, говорит, 10 тысяч метров над землей В переводе на Лонденское это 10 километров, если что Передо мной сидит дедушка с внучкой И внучка у деда спрашивает, говорит, зачем пилот Вначале сказал открыть окно иллюминатора Ну, ей на вид лет 7 ей было не стыдно Признаться, что она первый раз летит Но дед ей все равно сразу напихал Он говорит, ты что, лошара, первый раз летишь, что ли? На сырный соус попробуй И он ей объясняет Он такой, очень мудрый дедушка Он такой, говорит, окно иллюминатора Говорят открыть для того, чтобы Во время разгона Пассажиры смотрели в окно Если возникнет какая-то неполадка Они могли бы это увидеть, сообщить экипажу И так предотвратилось очень много катастроф Я сижу, смотрю вот так на всех Я, получается, вас всех спасти мог Ну, я же не лох признаваться, правильно? Но мы выжили, все нормально А поаплодируйте, кто не любит коррупцию Это не корявый переход, там сейчас поймете Я тоже не люблю коррупцию Я всегда искал, кому заплатить, чтобы ее уже не было, наконец-то Вот Такая социальная Вот, значит И я понял, что основоположником коррупции Откуда она вся пошла, где она легализована Это вот самолеты, аэропорты Это все оттуда Я вам сейчас объясню Значит, смотрите Нам говорят, когда мы летим, что багаж 23 килограмма Больше нельзя Но если заплатил, можно Я думаю, а что за прикол? Типа, вот ты приходишь, тебе говорят Перегруз нельзя, плати 2500 И они, ну ты заплатил Они такие звонят в депо, это самолет И говорят, нам самолет помощнее, отправьте У нас 2500 Я подумал, а что если каждый пассажир придет с перегрузом Это же охренеть сколько, да? И самолет не сможет взлететь, мы поедем до Москвы Но у нас до хрена денег, мы 95-м заправим Да, и там коррупция во всем То есть перегруз нельзя, заплатил можно В калибратор ручная кладь не входит, нельзя, но заплатил можно А в калибратор ничего не входит, вы помните? Я ноутбук один раз, четыре раза сложил, чтобы мне У меня андроид теперь С едой, с водой в аэропорт нельзя, но там купить можно Ту же самую воду, да? Ну а мы же еще с вами мужики, мы же финансовой грамотности обучены Нам на этой ленте говорят, воду либо выпивай, либо выкидывай Мы выпиваем, естественно, насухо При мне мужик пятилитровку всадил в себя Подсолнечного масла Он на масленицу в Москву летел, видимо, блины делать И как-то раз ко мне попался, ну я летел в Москву опять И со мной шел вот этот все проходить, вот этот вот осмотр Шел чувак, и у него ручная кладь в пакете Черный пакет, знаете, такой, золотыми полосками поперек Где алкоголь надо в магазине покупать после десяти И он такой идет, мы все на него смотрим Нам очень весело, человек с пакетом в ручной кладе И он кладет этот пакет на ленту, довольный Женщина там и так злая за компьютером А она такая, пакет-то застанавливает, такая, что в пакете? И он такой, гордо так, дезодорант Он на тренировку в Москву полетел, судя по всему Она говорит, нельзя, а он из этих, из экономных Она говорит, выкидывай, он такой, не-не-не-не И вот так весело на себя Потом чувствует уже весь акс-эффект, а тут еще осталось Он пакет так стряхнул, надул, туда остатки закачал Так пакет надул, говорит, у меня в Москве планы еще И погнал А еще, знаете, вот место 7Б летали там? 7Б, знаете, место посередине, которое? Я вот вообще не понимаю, что за прикол Потому что я сижу, мне хочется руку положить на подлокотник правого Я поворачиваюсь, тут человек справа положил Я поворачиваюсь налево, тут человек слева положил Я вот так поднял руки, сижу Думаю, какой сервис, да? Знает, что у меня любимая группа, руки вверх, да? Потом мне ногу свело, вторая моя любимая группа Я решил вытянуть ноги вот так Я вытягиваю ноги и врезаюсь ногами впереди сидящего Потому что он вот так сидит Я думаю, а, так надо сидеть, значит Я сгибаю ноги и врезаюсь сзади сидящего Потому что он вот так сидит Я такой, а ноги мне куда девать? Ни ноги, ни руки, я вот как дурак сижу Я подумал, ну, раз так, надо калибраторы и для людей поставить На место 7Б Вот, типа, ты ручную кладь проверил И потом на калибратор для человека подходишь Вот так садишься, вот так руки вытянул Вот так ноги сделал Если 5 часов просидел, можешь лететь на месте 7Б Я потом второй раз обратно с Москвы полетел Мне опять выпало какое-то 8-9Б место Я расстроился Говорю, блин, это место неудобное И мне вот эта девочка говорит Ну, вы можете доплатить, нормальное место будет Вон там еще подлокотники можете купить Да, коррупция, это везде Недавно на месяц брал аскезу от шоколада Мужики, я сейчас объясню Это типа закодировался, поняли? Но у них там прикол есть У них есть прикол Взамен можно у вселенной что-то попросить, прикиньте Я 37 тысяч попросил Ну, я все нормально Написал на листочке Получить благоприятным способом Вот это все соблю Но соблю дел Не знаю Такое веселит уже Я просто из Лонде, вы знаете же Вот, короче, месяц проходит Захожу в приложение банка Ничего Я думаю, ну, должна прийти смс-ка Перевод 37 тысяч От бог Иисусович Вселеннович Ничего нет И по итогу Единственное, что я смогу сказать вам Я месяц не ел шоколад И вы такие И вы такие И чё? Я такой Согласен И чё? Ну, а сейчас модно хвастаться, знаете Вот с частицей Типа Не спал сутки Там Не пил два месяца Да? Не затопило луговую после дождя Вот такие вещи Я подумал Ну, это странно этим хвастаться Потому что вот мне как-то говорит человек Я не спал сутки Я говорю И чё? А ты попробуй спать сутки Попробуй вот сесть в плацкарт Волну Дэйда Красноярска спать Не сможешь Или вот один мне человек говорит Я два месяца не пил Я говорю А ты попробуй два месяца пить А потом дышать Или недавно мне вот знакомый Завел говорит Прикинь, не утону Я говорю А ты попробуй утони Посмотрим, что ты потом скажешь Пу-пу-пу Да Я учу английский Вот Но я в детстве тоже учил Но я в детстве учил по играм Знаете, я вот Ну, в совершенстве могу сказать Кидаю гранату Там сектор чист Вот это всё А сейчас я учу через приложение Дуолинга Знаете такое? Ты-дын Правильно Да Вот, значит И у меня из-за этого смешения Некое происходит Вот недавно мне заказали мероприятие Провести Называется Viewpoint Я в своем смешанном английском Перевел Вид очко Меня нисколько не смутило это Я сажусь в такси Говорю Мне вид очко Он меня на Чуркин увёз В нас из пушки выстрелили Всё Всё сошлось Да Но сейчас я учу Вот через дуолингу У меня уже 624 дня ударного режима Вот Но Да Огненная сова Вот Но результата никакого Или как правильно сказать Результат очко Как вы поняли, да? Вот Я прочитал На самом деле Очень эффективно будет Если учить английский Общаясь с носителем языка Но мне негде было найти Носителя языка И вот наконец-то Вселенная мне послала Вместо 37 тысяч Носителя языка Недавно моей девушке В директ написал Турок Пишет Hello Ну я взял сразу Говорю ему Hello тоже Он не отвечает Я на английскую раскладку перевёл Hello Опять не отвечает Но я ушёл Какими-то своими мужицкими делами Позаниматься И сквозь мытьё посуду Слышу Она мне кричит Она мне кричит Нам турок ответил Вот так радостно Я бы никогда не подумал Что я буду радоваться Этой фразе От своей девушки И я сразу прибегаю Беру телефон Начинаю печатать И она такая говорит Подожди Сразу не отвечай Он подумает Ты ждёшь его сообщения Я думаю Вот ты падла Конечно Но совет рабочий У неё со мной про канал Ну всё Мы с этим турком Начали общаться Короче Через месяц Он меня ждёт В Стамбуле Да Но я в какой-то момент На опережение Сыграл первому Дикпик отправил Дикпик чё Если да Мы учим язык Вот А ещё знаете Реклама есть Акции надо покупать Вы знаете В курсе вообще Инвестиции Вот это Тинькофф Вы знаете Я короче Увидел Когда я думал Надо вникать в тему Потому что я вот Марвел Вот это всё пропустил Я потом Они все обсуждают Я ничего не понимаю Я думаю Надо вникать Я короче Прочитал акции Типа Это когда ты совладелец Облигации Когда ты занял Кому-то там Какой-то компанию Я короче Скачал Тинькофф Инвестиции Захожу Акция Сбербанка 260 рублей Я такой Можем позволить Короче Покупаю Надеваю костюм Приезжаю в офис Сбербанка Захожу Ко мне подходит Консультант Елена Я говорю Леночка Привет Чё Как дела У нас здесь Она говорит Извините Вы кто Я говорю А Ещё не сообщили Егор Гулас Совладелец Чё Думаешь Зелёным Хожу Она такая Мужчина Вы наверное Пьяный Выйдите Я говорю Лен Ты уволен Субтитры Субтитры